Продолжение следует... ...не столь благоприятной ситуации мы поговорим с председателем Совета ректоров латвийских вузов, ректором Даугавпилского университета Арвидом Борщевским, который в настоящий момент у нас на телефонной связи. Господин Борщевский, вы нас слышите? Да, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, в чем, по вашему мнению, основная причина того, что позиции Латвии хуже, чем у наших соседей? Ну, я думаю, прежде всего это отношение самого государства. То есть, если взять, хоть и не принято все время говорить о финансах, но прежде всего это система финансирования вузов. Потому что, если взять соседей, в любом случае они намного лучше финансируются. Мы знаем, что Эстония перешла на полностью, ну, полное государством финансированное высшее образование и так далее. И сейчас уже как-то неудобно даже в Латвии говорить. Если мы слышим, что, скажем, те же самые учителя будут получать там 700 или сколько евро, то в вузах, в принципе, профессор 800 евро что-то получает. В 6 лет больше 6 лет высшему образованию, как срывали 60%, так ни сантимов, по сути, больше не добавлено. И тут трудно говорить. Бюджет некоторых вузов Европы примерно такой, как одного вуза, как в Латвии, вся система образования со школами вместе взятая. Господин Борщевский, а все-таки это социальные проблемы, проблемы финансирования или самой системы высшего образования? И я думаю, тоже немаловажно то, что, в принципе, в Латвии все время система реформируется, реформируется, реформируется. В принципе, в вузы не могут нормально даже начать работать эти постоянные реформы. Это тоже, я думаю, не свидетельствует. Но если мы возьмем всю статистику европейскую, Евростат, Евробарометры, эти все, то, в принципе, нас даже уже, наверное, Румыния опередила и по финансам, да и в целом, по показателям всем. Спасибо за комментарий. Я напомню, что это был председатель Совета ректоров латвийских вузов, ректор Далгавпилского университета Арвид Борщевскис.